хорошо такой вопрос я как уже дедушка и папа девочки у меня дочь у него дочке две дочки в общем я на вас смотрю такая симпатиюля и я думаю минуточку говорю так а где же у ласточки временно личную жизнь я вам больше скажу вы в другой зоне риска то есть вы с одной стороны должны были бы как вот улей там пчелок привлекать вот и шмельков но с другой стороны с другой стороны вы же переборчивый какая должна быть боже вам же к вам просто так не подъедешь ну конечно но вы можете идеального вот описать но там пару слов вот вот какой бы какой бы такой вот молодой человек которого хотелось бы устраивал да то что вы же не хотите такой же газет газет на диване читают нет конечно замуж чтобы устраивался замуж погулять с кем хочешь можно это не в счет да и время нет гулять конечно хотелось ну качка можно такого взять с татуировками не можете у меня конечно другие приоритеты так наверное есть я ставлю ум ну какой коммерческий математический ну что за ум мне кажется любой потому что умный человек образованный не во первых будет интересно там уже знаешь что надежно ты никогда не придется бедствовать потому что человек всегда что-то придумывать найдет вам бедствовать это вы на себя можете взять что-то ну согласна хотел бы конечно человек который выше меня был бы уровнем и в умственном плане и финансовом чтобы конечно мог зарабатывать не какой-то там студент ну что же я на самом деле я хочу сказать что вы ничего такого не сказали что трудно было бы ожидать я выберу именно ты первый удар втором не кажется человека должно быть на втором месте для это порядочность потому что очень много таких случаев что допустим умный все хорошо он не понятно и стал на первом месте для меня у на втором месте это порядочность потому что если хороший человек если он порядочный, воспитанный. Даже если что-то случится, допустим, развод, он все равно не будет никаких подлостей делать. На втором месте порядочность, для меня лично. На третьем, я считаю, что воспитанность. То есть, чтобы на пол не смаркался или что? Ну, есть же, так скажем, люди, которые, как называется, быдло. Казалось бы, у них и деньги есть, и все это, как новые русские, но которые не имеют хорошо общаться. Мне нравятся интеллигентные. Интеллигентные, умные, образованные. Понимаю, понимаю. Так, хорошо. Никаких, потому что здесь, знаете, было и полно людей, которые деньги сделали, допустим, скажем так, может, неофициально можно дать марихуану. Они богатые, все, но мне такие вообще не нравятся. Понял, понял. Хорошо. Ну что, а есть такие вам попадались, вот такие вот, которые, ну, скажи, о, вот это, это мой. Попадались. Хорошо. А в Москве попадались? Да. А тут? И в Москве попадались. Ну, здесь, скажем, может быть, меньше, может быть, здесь они другие чуть-чуть, мужчины, они хотят более, там, развлекаться, фан, они не особо интересуют. Мне больше интересуют серьезные отношения, я сразу говорю, я еще мужем. Ну, подождите, ну, вот, допустим, вы нашли мужа, и прямо вот, ну, просто идеальный парень, ну, все. Но вы же не хотите прямо сейчас вот деток, например? Ну, нет, не прям сегодня, но когда я закончу уже образование, там в будущий год, почему бы нет. Какой нормальный возраст для деток, вот вы считаете, уже в Америке, вот когда вы карьерная девушка, да, так сказать, вот сколько нормально, чтобы деток заводить? На самом деле, мне кажется, это все индивидуально. Да. Во-первых, первое, если девушка, допустим, не строит карьеру, она может, конечно, и детей вообще. И в 20 можно, конечно. В 20 заводить. А если в планах есть построить карьеру, то если это иммигранты, и жизнь, мне кажется, устаканивается ближе к 30. Нет, скажем так, потому что зависит от возраста, во сколько приехал. Скажем, жизнь устаканится после где-то 3-4 лет. Я слышал такую фразу, что за 5 лет человек становится тем, чем он в состоянии стать. Да, то есть он потом может как-то дальше двигаться, там и так далее, но вот как бы выйти на тот уровень, которому он принадлежит, уходит лет 5. Я слышал такое. Интересно. А отсчитывает какого возраста? От момента приезда в страну. Вы знаете что? Мне это сказали, когда я только приехал. Мне тогда было 34 года, почти 35. И ребята, которые... Институт связи, где я учился, там у нас как бы почти весь выпуск кто-то. Поэтому были ребята, которые раньше уехали, в конце 70-х, 78-й, 79-й, вот тогда. И когда мы сюда уже приехали, они уже были тут 10 лет, а мы только приехали. И я говорю, как вот, как вот, что? Они говорят, ну вот там лет 5 уходят на то, чтобы стать тем, кем ты можешь стать. Такая интересная была фраза. Но имелось в виду, что мы достаточно молодые были ребята, и мы были с образованием, и мы как-то так вот... Ну, это еврейские мозги тоже, это существенно. Вот, поэтому, значит, как-то так они на это смотрели. И я могу сказать, что сейчас даже многие гораздо быстрее у них это происходит. Если они подготовленные приехали, если у них язык на месте, если у них образование такое вот, как бы, конвертируемое, да? Если они знают, чего хотят, потому что очень многие люди, не то что эмигранты, люди, которые в Америке живут, не знают, чего хотят. Сможешь, 40 лет он все себя ищет. Это правда. Ну. Особенно здесь, да. Конечно. Хорошо. Так, давайте дальше пойдем, значит. Вот... То есть зависит на ваш вопрос, в конце концов, отвечу? Зависит, наверное, как вы сказали, вопрос будет так. В какое время лучше всего заводить детей? Да. Поэтому я так ответила, что зависит от цели жизни. Если девушка, допустим, замужем и знает, что карьера не важна для нее, что она больше будет времени посвящать семье и, ну, будет домохозяйка, то можно, конечно, 20 заводить. Да. Просто нужно учитывать, что в Америке же не так все просто с детьми. Во-первых, здесь нужно знать, что если девушка заводит детей, значит, через 2, по-моему, или 3 месяца после родов уже должна выходить на работу. То есть нужно думать об аббисидере. Да. То денежку надо иметь. Да, денежки оплачиваем аббисидера, либо отказываться от работы. Во-вторых, если у кого есть родственники, конечно, можно с родственниками оставлять, а так это нужно учитывать, что это определенная, так скажем, ноша. Бабушки в советском понимании тут нет особо. Никакого нет. Да, мы с вами из разных поколений. Видите, я-то, я женился, правда, даже по нашим временам было рановато, я в 19 лет. И когда у нас появилась деточка, мне было уже 23, но это было повсеместно, в 23-24 лет у всех были деточки. Нет, и в России, и в России так же, вот сейчас. Сейчас тоже. Многие мают на группницу, уже замуж выходят. Не все, конечно, многие. Кто занимается карьерой, нет. Просто в России чем отличается от Америки? В России больше девушек, меньше мужчин. Диспропорция. Демографически больше, а что с ними случилось? Они умерли, что ли? Или они пьяные и их не рассматривают? Ну, вы знаете, да, что там процент мужчин оказывается в тюрьме. Мы такие, конечно, не рассматриваем. Процент мигрирует, много мужчин. По иммиграции, да, я смотрю в статистику, что мигрирует больше мужчин. Угу. Во-вторых, это даже в третьем курсе получается, что есть люди, которые являются спиртным, так скажем, попивают. Это массово? Ну, не массово, но... То есть даже среди людей образованных и, как бы сказать... Нет, я не беру образованных. Поэтому вот чуть-чуть совсем мало людей становится, кто умный, образованный, интеллигентный, кто хотят семью вообще заводить. И поэтому девушкам нужно побыстрее, быстрее, хоть чтобы как-то досталось хоть кто-то. Надо разбирать с high school. Да, 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 поэтому там такая тенденция. В Америке же нет. Здесь больше выбора. Но здесь отличаются и мужчины, и другие, что не все хотят следить в семью. Просто в России, в Москве, допустим, я никогда не встречала мужчин, 40-45 лет, которые никогда не были замы, женаты, у них нет детей. И они еще говорят, мне рано. Окей. Но я не рассматриваю, что это может потенциально жить. Нет. Вы знаете что? Я сегодня с женщиной одной беседовал. У меня студенты, вот я тут сижу, вот, нет. Там дверь, а за дверью там за день там сотня прошло человек. И женщина пришла, я боюсь соврать, там ей может быть лет 45. И у нее двое деток, вот там 23 года и 16. И мальчик, который 16, а они в дорогом месте живут, в очень таком приличном, не хуже Беверли Хиллс, я вам могу сказать. И вот, значит, и она говорит, что они когда ходят на родительское собрание в школу, ну, там, к мальчику, она говорит, что она там самая молодая мама, в свои 45, у 16-летнего мальчика, и что там есть родители и за 70 довольно много. То есть люди заводят детей, то есть вот, она говорит, что там женщины, которые, вот, мамы, в основном, она говорит, после 40 рожали. Я говорю, как же можно после 41-го? А она говорит, можно. Ну, вот, видишь, люди рожают, и я ее слушал, у меня как-то, даже мои, я уже привыкся 25 лет ко всему, понимаете, ну, чтобы вот уже так. Это нормальный процесс. С проблемами, говорит, рожают. Да, но с детьми практически не общаются, то есть дети как-то сами там, ну, нет такого общения, когда папе 70, а мальчику 16, у них нет того общения, понимаешь? Ну, разница большая, я согласна, но есть плюсы и свои минусы, я вкратце могу сказать. Плюсы какие? Во-первых, допустим, если он уже взрослый, значит, у него есть бизнес, у него есть деньги, он больше времени может уделять, чисто физически, больше времени. Ну, все с летом учешь, вообще время есть обычно. Ну, нет, если, допустим, молодые, вот как у меня, у меня родители позвонились в 18, через год я родилась в 19, они были постоянно заняты, там свои дипломные писали, и поэтому я их редко, так сказать, видела, но зато мы были, так скажем, на одной волне. Я постоянно с ним везде ходила, мне интересно было. Да, это удобно. Да, я пошла в школу, им там было по 25, по 26 лет, я уже школьница была, интересно было, но, как, говорится, как наставники, они для меня не были, они были. Они для меня там, мама, подруга, папа, подруга. А сейчас, сейчас они вам не говорят, давай там, получай гражданство, мы к тебе переедем. Не говорят так, молодые же совсем, правда? Ну, им все там нравится. Мне кажется, когда уже человеку, там, по 50, уже, наверное, тяжело английский учить. У меня просто все немцы, к моему стыду, они с ними не знают английский. А я тоже немецкий изучал. Вот мы же примерно вот одного возраста с вашим райцем, там, близко. Так мы тоже, нас в школе учили немецкий. Все двоечники, я был, учил немецкий. Ну, может быть, конечно. Хотя, ну, просто, у меня, допустим, папа говорит, что иммигрантам тяжело, что вы никогда не будете на одном уровне с американцами. Я говорю, ну, конечно, но Америка есть страна иммигрантов. Я хочу сказать, а зачем быть с кем-то на одном уровне? Ты будь с собой на своем уровне. Нет, он ведомец, что, допустим, в России, допустим, я бы занимала сейчас какую-то топовую позицию. Ну, допустим, не просто быть финансистом, а, как по-русски это правильно сказать, начальником, допустим, отдела, финансового отдела. И что? У меня бы уровень, ну, вот он говорит, что карьерный рост был намного лучше, а там... Послушайте, да вы в 35, вас уже никто бы за человека не считал, а в 45... В России? Конечно. Ну, вы чего? Я так же объясняю. Ну, видимо, он там со своим советским менталитетом, ледяным карьером. Он на своей работе там работает уже больше 10 лет. Я вам больше скажу. Вот это вот ранний выход на пенсию. Ну, не то, что ранний, но вот женщина в 55 лет на пенсию выходит. У меня однокашница, вот я учился в институте связи, и там вот девчонки там с нами учились. Так они уже пенсионерки, вот там им сейчас 59 лет, и они уже там по несколько лет на пенсии. И от того, что ты на пенсии, и даже в возрасте в таком, казалось бы, они выглядят неплохо. И вроде так все, но они внутренне. Понимаете, здесь бы она знала, что еще там 10 лет работать надо. И так, соответственно, ты себя позиционируешь. А тут, я не знаю, я как-то чувствую себя намного моложе. Да, вы были молодым. Ну, потому что, ну, так что, вот такие же ласточки, как вы. У меня тут полная школа бегает. Вы гендер? Студенточки. В основном девочки у нас. Процентов, наверное, 80-85, да. Да, ну я бы тоже хотела когда-нибудь освоить. Ну, подождите, ну это-то зачем? Для какого бизнеса? А мне нравилось. У меня в школе было программирование, я делал программирование на QBasic, Паскаль. Ну да, я помню, под ДОСом как-нибудь там на QBasic, да. Ну да, что такое. Вы еще ДОС застали? Да, по-моему. Ой, с ума сойти. Ну что ли там какие-то компьютеры будут?